Друзья, подписывайтесь на мой второй дублирующий канал. Ссылочка к нему будет в описании. Друзья, я открыл интернет-магазин. Ссылочка на него будет в описании. Проходите и покупайте интересные товары. Привет, Юля. Приветик. Расскажи, как попала в Бельгию? Я в Бельгию попала. Я с 13 лет в Бельгии. Я с Кыргызстана сама. Уехала с Кыргызстана, меня мама увезла в 12 лет. Мы жили полгода в Чехии, в Теплицах. Потом мы приехали в Бельгию. И уже получается 21 год в Бельгии. Как вообще Чехия по сравнению даже с Бельгией? Чехия, как ребенку, мне она очень нравилась. Я поэтому не могу так сильно судить. Ну, раз родители оттуда уехали, значит, какие-то минусы были. Какие-то минусы. А какие вообще минусы? А, ну, получается, ты пока еще не знаешь даже, да? Нет, нет. 12-13 лет было. 12-13 лет. А вот здесь, получается, уже в школу попала, когда приехала, да? Я сюда пришла. Мы приехали сюда в августе. В сентябре меня сразу в бельгийскую школу с детками отправили. Очень многие русские люди, они попадают в школу, в школу, которая специально для неопельчиков, как бы, да? То есть, вот, чтобы язык учить. У меня сразу в школу, потому что я была малолеткой. Малолеткой. Как вообще язык удавался первый? Учил он французский или норвежский? Ой, норвежский, это голландский. Голландский, ну, это, получается, фламандский, да? То есть, он отличается именно акцентом. Ну, вообще, вот адаптации как-то в первые, там, полгода жизни? Адаптация была сложная. У меня, я первых полгода, я пряталась даже под лестницей, потому что я не хотела быть на уроках. Для меня это все было дикостью, это было очень сложно и очень все, ну, не так, как в Кыргызстане. Поэтому было очень тяжело, как бы, да? То есть, первый год, а потом нормально, потом я начала понимать язык, дружить с ребятами со школы, да, то есть, и как-то так. Сейчас больше общаешься вообще на русском языке или больше все-таки на голландском? Я первых 10 лет, так как я 21 год в Бельгии, я первых 10 лет была обельдичиной, скажем так, да? То есть, я более общалась с Бельгиками, то, сё, вот это вот, как бы, да? Ну, потом у меня перешел переломный момент, что я стала больше общаться с русскими, в русской группе. Я не знаю, вот все равно, как говорится, душа и кровь зовет туда, куда надо, как-то, да, то есть, и так. Такой, не скажем, замужем, не замужем? Я была два раза замужем. Кто были? Бельгийцы, русского ряда? Нет, у меня за все время были отношения с бельгийцем, ну, это было буквально полгода, потому что это не наше, это вообще не наше. Потому что у бельгийцев другие устой, у бельгийцев другие понятия, с ними скучно. Скучно? А вот чем они, от наших русскоговорящих мужчин отличаются сейчас? Ну, это сложный вопрос, например, потому что бельгийские мужчины, для них, вот, вот даже если с бельгийским мужчиной пойти в ресторан, вот просто, да, то есть, это не вопрос меркантильности, да, как бы, да, то есть, но если с бельгийским мужчиной пойти в ресторан, то есть, они делят чек на пополам. А, да, 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 и как это вообще выглядело? Ну, это же нормально, сразу идет отторжение от мужчины, да, вот мужчина, как это так, давай чек поделим пополам. Он тебя пригласил, получается, да? Он тебя пригласил, это был дейт, и получается, что, и вот я с тех пор зареклась, и вот так в основном все бельгийские мужчины, да, то есть, у них все пополам. А, если они снимают с русской женщиной дом, если они, у них есть дети, неважно, у них все делится 50 на 50. Так, смотри, вот, Эль, вот пригласил он тебя в ресторан, так, он же ведь не знает, а может у тебя в кармане 2 евро, так, может, не знает это. А ему все равно. Все равно? Ему все равно. А как, ты сказал, слушай, а я не могу, у меня в кармане там 2 евро, ну, может, такое быть же, там, ну, что-то. Да, он займет тебе денег, но он тебе обязательно свой счет даст, и чтоб ты ему отправила потом этих денег. А, это он тебя пригласил, забет денег тебе, брать, и скажу, эти деньги, да? Да, 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 да. Поэтому я, я, поэтому и говорю, да, то есть, у меня до этого были, как бы, я была бельтичина 10 лет, и, ну, а бельтичина, в каком смысле? В том смысле, что у меня подружки все были бельгийки, турчанки, которые здесь тоже рожденные, как бы, да, там, Тосю со школы, как бы, да, то есть, но потом уже, когда начинаешь понимать вот это, и когда ты начинаешь в группу попадать с русскими, ты понимаешь, что у тебя кровь зовет, тебя, вот, душа твоя лежит там, вот, где с русскими. То есть, я с бывшего Советского Союза, то есть, когда я родилась, я с 1986 года, и это был город Фрунзе, на тот момент. А, там родилась, да? Да. Ну, а вообще, вот, бля, все-таки, хоть там осознательную жизнь, ты проходила школу, как вообще, вот, после Киргизстана, бля, там, здесь вот, такое различие. Ну, этот момент, я не знаю почему, он очень сильно у меня в голове ушел, потому что для меня это были депрессивные моменты, как бы, да, то есть, для меня, как для ребенка, это очень было, ну, напряжно. Я потеряла друзей, подружек, свой подъезд, свой район, да, вот это вот все. И я попала в бельгийскую молодежь, на тот момент, получается, подростковую молодежь, да, то есть, и как-то так. Как-то так? Ну, мне это не очень, потому что у них совсем по-другому, очень по-другому, чем у нас. Они все, всегда, имейте в виду, что в Бельгии делят 50 на 50. А, вот так. Слушай, вот если бы третий раз вышла замуж, вот, за кого все-таки, там, обезди, все-таки русские, да? Русские, по-любому русские. Почему русские? Русские, это очень важно, почему, потому что менталитет, менталитет тот же самый. И русский мужчина, например, знает, что и как надо себя вести, поступать с девушкой, с женщиной, как бы, поэтому это очень важно. А здесь вообще русских здесь много, вот в Бельгии, по-любому? В Бельгии, в принципе, ну, немало. Я не знаю, что много, но немало русских, как бы, да, то есть, ну, чаще всего русские мужчины уже все. Женаты? Да. А где, в общем, как вот они сюда приезжают, например? Вот я хочу здесь остаться, в Бельгии, мне нравится. Как они сюда интегрироваются? Девушка, ладно, замуж выйти, а мужчина, как вот, он берет? Ну, так же и мужчина может жениться на девушке. На Бельгии? Либо, если есть, например, когда мы сюда приехали, когда мне мама сюда привезла, это было по-политическое. Те, кто по-политическое могут приехать в Бельгию, по-политическим проблемам. Ну, так как Кыргызстан, то есть, вот, русских там не очень жаловали, когда вот уже из Фрунзе стал Бишкек, да, то есть, и в этом случае можно сюда приехать. Ну, самое главное, правильно составить интервью. А, вот так вот. Вы тоже, получается, через лагеря проходили, да, с мамой? Нет, мы, получается, были в комиссариате, но нам сразу дали позитив, потому что у меня мама была, как бы, мать-одиночка, и правильно составленное интервью, это очень важно. Очень важно. Вообще, вот сейчас поменял бы ты Бельгию на какую-нибудь другую страну, когда-нибудь хочешь уехать? Я бы хотела, если честно, либо в Канаду, либо, я Бельгию очень люблю, да, я хочу заметить, что я Бельгию очень люблю, по многим, по многим данным, но я все-таки, мне хочется чего-то другого, так как меня тут ничего не держит, я бы хотела, например, в Канаду или в Данию. А, или в Данию? Ну, а вот в Германии рядом, в Голландии как-то? Нет. А почему? Ну, это то же самое, что в Бельгии. То же самое, что в Бельгии? Да. А чего здесь им не нравится такого, почему хочешь все-таки уехать? Вот как-то зовет в другую сторону. Чего-то нового. А Германия и Голландия, это не новое, это то же самое. Что здесь, да? Хорошо, например, как Голландия, это тоже королевство, здесь королевство, и там это тоже королевство. Но Германия, это не королевство. Но, однако же, в Германии очень много русских немцев. Но это все, в принципе, то же самое. Все то же самое. А вот что на то же самое? Что именно вы уже так приедете? То же самое, это вот эти вот устои, вот эти вот собрания, вот это вот все, как бы, да? Но все равно, я не против, я очень люблю, вот мы когда собираемся, я это очень люблю. Но Канада мне нравится тем, что это что-то новое. Но это для каждого свое. Потому что кто-то хочет что-то нового, а кто-то нет. Сколько языков знаешь? Я знаю, ну, русский, фламандский, то есть голландский, английский, ну, немножко туркоязычный. А откуда ты турецкий знаешь? Я не то, чтобы турецкий знаю, потому что Кыргызстан это туркоязычное слово. А, понятно, понятно. Частично кусочек, поэтому можно было бы не упоминать. А, понял, понял. Ну, вот, мужья были русскоговорящие, как понимаешь? А, да. Да, как вообще вот, ну, общение было, вот, после, там, ну, вот, в Бельгии жить, вот там, вот, с таким мужчиной, в плане психологического? Да, ну, что интересно, дело в том, что очень многие мужчины, даже русскоговорящие, они принимают сторону бельгийских мужчин, в том плане, что им это выгодно. А, вот это пополам, что ли, да? Да, да. Либо вот это вот пополам, либо я даду что-то лучше, как бы, вот так вот, да, то есть, и... Ну, да ладно, дай бог им что-то лучше, как бы, да, то есть, я только за, да, то есть, и очень многие мужчины, они принимают сторону, что нужно... Вот, например, да, говорят, что женщины меркантильные. Ну, здесь, в Бельгии, мужчины русскоговорящие не все, но очень много меркантильные. То есть, либо им нужны документы, либо им нужна женщина, которая на хорошей должности находится, либо какой-то статус имеет. Здесь, да? Здесь, Бельгия, да. То есть, они здесь, русские мужчины, они здесь извращаются. Извращаются. Еще только таких? Ну, они здесь реально извращаются, но... Ну, вот как-то так. Ну, если им комфортно в этой оболочке находиться, то... Юля, вот скажи, вот у тебя, получается, документы в Бельгике, да, европейские, да? Вот скажи, много таких, кто желающих, кто хочет там, да, зам, жениться, там, например, там, чтобы вот сюда переехать? Таких, в принципе, много, да. Тут очень много, вот, Молдавии, Румынии, то-сё. Здесь, кстати, тоже. Тут предлагают примерно от 14 до 20 тысяч за документы. А, вот так вот, да? То есть, жениться на девушке, как бы, да, то есть, чтобы получить документы. Но, как бы, жить в одном доме, но, как-то... Порость. Порость, да. А если проверять будут? Не, ну, не, живешь вместе, и ладно, как бы, да, то есть, они, как бы, да. Как бы, вот так вот, да, то есть, и... Слушай, а тут можно совместить, так, если приятный парень, или сложно? Это можно совместить, если это взаимно, да. А если это не взаимно, то вот, как-то так. Слушай, а вообще, как вот, а как вот найти всё-таки мужчину того, чтобы, так сказать, искренне было, а не вот ради там чего-то? Или это сложно вообще? Ага. Это очень сложно. Это, получается, только бельгийцы, потому что они уже с документами, да? Очень-очень сложно. Получается так, ну, то есть, тут выбор, либо бельгийц, с которым всё придётся, 50 на 50. А они все такие? Нет таких, которые говорят, слушай, давай кофе-ка угощай? Есть, но это... Это единицы. Единицы, прям? Это единицы, да. Ага. Либо бельгийц, которые единицы, которые не 50 на 50, либо это будет русскоговорящий, это в том числе, там, Казахстан, Калиста, Чечен, Ингушетия и так далее. Ну, они хотят бумаги, но, может быть, ещё что-то быть взаимным. А, вот так вот, да, получается? Слушай, езжу вот искать там того любимого, того хорошего. Юль. Ну, лучше быть одной, чем с кем попала. Серьёзно? Да. Вот реально. Реально? Вот реально. Не, ну, ясно, это единицы. Кому-то везёт, кому-то везёт больше, кому-то везёт меньше. А где здесь живёшь в каком городе? Я живу в самом старом городе Бельгии. Это город Тонгерин, там ещё римские стены стоят. Ну, все знают, что это самый старый город Бельгии. Вот. Он небольшой, в принципе, я не знаю, сколько там жителей, конечно, да, но всё-таки. Вот так. Вообще, рекомендовал бы, например, вот там стоит именивать в Бельгию? Я считаю, да. Особенно, если есть дети, тут социальная защита очень развита, потому что очень многие люди пользуются Бельгией. Плюс я не уважаю людей, которые жалуются на налоги, но не жалуются то, что им обратка идёт, как бы, да. То есть тут любой человек, который даже не работает, получает всё равно хорошие деньги, что он может оплатить, апартамент или дом, да, как бы, и все свои коммунальные услуги, и плюс ещё, ну, покушать, и одежду, и всё такое. Угу, одежда. А вот смотри, если брать шкалу сто процентов, вот счастье, вот на сколько процентов ты здесь счастлива? Эээ, счастье жизни или счастье, блин, ну, это понятие растяжимое. Ну, и ста процентов, да, паскалец. Я очень люблю бельгийский народ, потому что, например, побыть в Кыргызстане, когда я им говорю доброе утро, добрый день, они так смотрят на меня, что с тобой. Ага. Здесь люди очень приветливые, но, если будет какая-то проблема, то это 50 на 50, что они помогут. И шкала, в общем, я скажу 80. 80. А 20 процентов куда они? Вот что не нравится здесь? А 20 процентов, потому что здесь, ну, я так, девочка, мужчина здесь не совсем правильный. Не совсем правильный? Ну, так сказать. Почему? Потому что здесь мужчины, как я уже говорила, что 50 на 50, вот это вот, да, то есть нету никакого джентльменства. Джентльменства нет, получается, да? Да, то есть я не говорю, что там пойти назаказывать в ресторане, там, чего-то такого сверхъестественного, ну, просто элементарно, даже кафешка, если вы выпили по 2-3 бокала вина, это уже будет 50 на 50. Уже, а кофе попить тоже 50 на 50? Ну, по чашке кофе там 2 евро, там, 2, 2, 2, там, кофе 2, 50. Ну, да, ну, 5 евро, это тоже 50 на 50. Нет, ну, в этом случае они могут заплатить. Ну, не всегда, не всегда, да? Нет, ну, в этом случае, да, как сказать, немного. Но если брать, например, там, биштекс или там еще салатик какой-то, это уже 20 евро где-то примерно, они уже начинают делить, да, там, типа, так и так. Может, просто дорого, как ты думаешь, все-таки? Просто дорого может здесь, правда, победа здесь, по-моему, 50 евро стоит, да? Вот сколько здесь средний чек? Нет, не дорого, потому что по доходам и расходы. А, доходы тут, какие здесь запад примерно, вот? Там подружки? Зарплаты минимально от 1200 до 2500. 2500, да? Да, но тут также, вот, например, снимать жилье, это примерно стоит, вместе с коммуналкой, ну, плюс-минус, это 1000 евро. То есть я поэтому говорю, что по доходам и расходам, да? Потому что заплатить даже 500-600 за квартиру или за дом, плюс вода, газ, электричество, и как-то вот оно на то и выходит, на 1000 евро где-то. А все, что ты заработал сверху, очень многие, кстати, русскоговорящие, зарабатывают по-черному. Здесь? А здесь вообще можно? Куда можешь здесь устроиться? Например, машины гоняют, например, либо гоняют, либо вот гараж, да, как бы, имеется в виду гараж. А, это типа сервис, да? Да, это очень выгодно. Здесь дорогие цены на это дело, да, по-моему? Да, дорогие цены на это дело. Здесь из-за этого, особенно, одни из самых высших цен, это работы по дереву, потому что бельгинцы очень ценят работы по дереву, когда, если делать кухню, если делать салон или еще что-то. То есть, работа по дереву здесь очень дорогие. Очень дорогие получается, да? То есть, вот, чтобы примерно сказать, это, например, один шкафчик примерно стоит 400 евро. Сделать, да? Да. Шкафчик один маленький? Шкафчик. Жесть. Это 400 евро, особенно, если это ручная работа. Они очень ценят антиквариат и ручную работу. Да, слушай, очень интересно, конечно. Вот сейчас живешь, квартиру снимаешь или салон? Дом снимаешь? Одна с подружкой? Одна. Одна? Как вообще, ну, если себе ценник, вот, получается? Ценник, вот я, например, плачу 760 евро. За дом? Это большой дом или там полдома? Это три спальни, большой зал, ну, кухня, два туалета, ванна и так далее. Как бы, в принципе, это нормальная цена для дома. Нормальная цена, да? Да. Ну, это где-то в центре города или с краю находится дом? Это в центре города, но этот город, как я уже сказала, это город Тонгерин, самый старый город Бельгии. И молодежь, например, не очень любит, потому что там не очень много дискотек или еще что-то. Но если я хочу поехать в дискотеке, от меня это 20 километров, это город Хаслт, город Генг. И там уже вот такое более живучая обстановка. Я люблю тишину, я не знаю, я всегда росла в городе, но я люблю более такие деревенско-караванские посиделки. Вот я вот как-то так. Вообще, вот, что здесь дискотек представляет? Как-то тусовка какая-то. Я вот помню, там девочки около зеркала танцуют. Или нет такого здесь там? Она такая вся неподступная и танцует около зеркала. Там попой здесь тоже с собой или как-то... Нет, здесь не то, чтобы зеркало, но здесь тоже приходит вот на таких шпильках. А, так. То есть, и вот еле двигаются, как бы... То есть, здесь чаще всего, на дискотеках девушки знакомятся с парнями. То есть, они все напупыренные. И вот они еле двигаются, чтобы не вспотнуть лишний раз. Мы по-русски, по-советски, как говорится, да, там, в чешках танцуем. Это кому как, конечно, да, то есть... Ну, если девушки ищут мужчин, парней, то ради бога, как бы, да, то есть... А так здесь вот в основном девушки на дискотеках, вот, на таких вот, как светские львицы. Бельгийки или все подряд? Бельгийки, да? Я бельгийок называю тоже турчанки, марокканки, которые здесь рожденные. Уже, да? Они более модерновые, как бы, да, то есть, они так же себя ведут, как бельгийки. Так же, да, получается? Да. Слушай, а вообще, смотри, вот здесь какие-то у них несколько шутки пошлые все. Типа, кто-то смотрит, сразу там, чуть ниже пояса. Это и серьезно так здесь, или у них как-то это... Уже с более знакомыми такими они, это... Нет, я бы сказала, что более у русских говорят шутки пошлые, как бы, да, то есть, у меня такое воспитание от мамы, да, то есть, а бельгийки у них шутки тупые. Это какие-то, скажи мне про какую-то шутку бельгийскую. Я сейчас не вспомню вот так сразу, но у них такие шутки. Я помню, просто я пришла к своей подружке один раз, ее муж бельгий, он мне сказал какую-то шутку. Я, конечно, посмеялась, навязанно посмеялась, или как это сказать, да, вот. Ну, это было не смешно. Ну, у них шутки и также русские шутки, например, русские анекдоты. Я пыталась рассказать бельжикам русские анекдоты, они не понимают, что они так, и все, ну, чисто, символически. А, они понимают тоже, да, в чем здесь? Не въезжают. А вообще, какие-то тусовки есть там, девчонки, девичники какие-то, вот это, как здесь все проходит вообще? Есть, чаще всего, либо это фейсбук-группы, либо здесь также в Антверпене есть дискотека, которая проводится раз в два месяца, если не ошибаюсь. В Антверпене, город Антверпене, и там именно вот для русских. Для русских. А вообще здесь знакомиться как? Здесь можно, например, к тех, кто на улице подкатывал, познакомиться? Ну, и так, что так, сказал. Нет. Или здесь не знакомиться так? Вот в Геманине, скажем, что... Я считаю, что это конкретный недочет. Почему? Потому что мужчины здесь перестали быть, как раз, романтиками. И, ну, раз едешь в машине, ты видишь, что мужчина на тебя смотрит, например. Угу. Он проехал дальше, все, например. Если я русский мужчина, он может даже развернуться, за тобой проехать, девушка может с вами познакомиться. Здесь такого нету. Даже если девушку очень нравится, они очень осознительные, они очень упертые, закрытые, замкнутые в себе. Это здесь нет такого, что раз развернулся за тобой, поехал на машине. Ты за рулем едешь, да? Да. За рулем едешь? Да. И вот нет, не было такого, чтобы догонялся, а там познакомиться? Вообще нет? А что, они боятся, что ли? Почему это так? Я не знаю, либо комплекс... Бельщики, кстати, очень боятся не Бельщиков. То есть, если ты русский, если ты турок, если ты армянин, там, не важно, какой-то нации, Бельщики очень боятся. Девчон, тебе бегите, да? Да, для них не важно, они просто как-то ужасаются. А почему, чего они боятся? Вот я говорю, русский мужчина, чего меня боятся-то? Я не кусаюсь, чуть-чуть меня тут посадят быстро, так, или острофуют. Чего боятся-то? Нет, вот лично тебе, например, так как ты русский, тебе бояться нечего. Если ты подойдешь к русской девушке знакомиться, бояться нечего. Но если ты подойдешь, например, к Бельгийке, это может произойти вплоть до того, что вызовут полицию. А вот что именно-то? Если она против знакомства, что ты будешь к ней, вот ты с хорошими, добрейшими доверениями. Ну, я культурно одет, например, там, ну, подошел, там, hello на английском. Если ей некомфортно, она вызовет полицию. Ну, а как некомфортно, там, не знаешь, приставать, это приставать, а просто, там, hello, там, ну, давайте вместе кофе выпьем. Даже если это будет на уровне разговора. Она сразу, да? Да. А почему так? Если ей не понравится, да, то есть тут в Бельгии, например, очень-очень сильно эта внешность очень важна. Внешность. Да. Хотя очень многие внешность покупают за кредиты. Это как это понять? А за кредиты, это понятие такое, что берут кредит, чтобы сделать какую-то пластику, берут кредиты, чтобы взять машину, чтобы какой-то, вот, как-то, по статусу, и по шкару. То есть, казаться больше, чем ты есть. А здесь еще есть такая элита, или нет такого слова? Есть. Есть. Есть, как она вообще выглядит здесь, элита? Элита выглядит очень просто. Очень просто. Очень многие думают, что элита ходит в Дольче Габбана, Версачи, там, еще что-то. Нет. Здесь элита покупает, так же, я слышала, так же в Америке, вообще нормально, элитные люди, богатые люди, они покупают просто себе, заходят в один простой магазин и покупают разный цвет футболок. Например, красный, зеленый на разные дни. Но у них нет вот этого показухи, как бы, да, то есть вот показывать, что они элита. Здесь элита, вот я лично знаю одного человека, который владеет очень большими апартаментами в многих городах, там, то, все. Но он ходит, вот в России, сказали бы, что он бомж. А, вот так вот, да? Да, у него в кармане джинсы, у него дырка. Ну, это его любимые джинсы, и, а, футболки он просто меняет, у него нейтральная футболка, одним цветом, как бы, меня мама всегда учила, будь проще, народ тебе потянется. Ну, да, да. Вот они так же себя и ведут. Слушай, у меня тоже на штанах дырка, и ничего вроде, ну, не на этих вот, а как сейчас стою. Вообще, так даже с дыкой хожу, и нормально, вроде бомжу все не чувствую. Так, нет, нет, я не то, что про это, я как бы про то, что здесь элита никогда не покажет, что она элита. Вот, например, если взять в России, особенно если в Москве, там, да, вот это вот. Была, кстати, в Москве? Нет, я не была, но я видела по передачам, как бы, да, там, то, все. Здесь нет вот этих накачанных сисек, накачанных губ, тут нет. Тут элита, у них обычные девушки, женщины, жены, да, которых они любят и уважают, которые мотивируют мужчин на что-то там высокое, да, на высокие отношения, на высокие заработки, например, да, то есть, но если, то есть они, если идут где-то в центре города, ты не поймешь, что они очень богатые люди, да, но у них там на парковке стоит Lamborghini, Ferrari или еще что-то, да, то есть они не любят вот эту вот, показывать, что они такие. Мишу такую, да, внешнюю мишу такую, да, ну, наводить вокруг себя. Да, то есть они очень простой народ. А зачем? Кому это надо? Они сами знают, что они хорошо зарабатывают, они хорошо, например, кушают, одеваются, как бы, им больше не надо, они счастливы. А, то есть это никому не нужно, здесь это никому не нужно, если здесь, вот я лично тоже знаю, но девушку, которая вот с такими губами, вот с такой талией, вот с такой попой, да, бенгика. Нет, она русская девушка. А, русская девушка, не угадал я. Да, и она, получается, она думает сейчас, она вот, ну, если она даже кого-то найдет, то это будет временно, потому что в Бельжике они более за натуральность. Вот, например, у меня коллеги на работе тоже, они даже брови не щипают, поэтому здесь, как-то, к этому проще относятся. Здесь тюниговных нет здесь, да, тюниг здесь не в моде такой? Он есть, но он не в моде. В моде, да, такой получается. Лучше интересно получается. А вот с кем больше общаешься, Юля, вот все-таки русскоговорящие или там бездитые или подружки кто? А, первых 10 лет я только была с бельгийками, а даже чуть больше, лет 12-14, а потом меня потянуло, как говорится, в освоятии. А почему потянуло? В русскоговорящем. Я не знаю, я просто один раз, мне мама очень долго просила поехать к бабушке, потому что бабушка была очень старенькая и неизвестно было, сколько я еще осталась. Как говорится, да, там точно. Я поехала и вот засосала. Засосала? В смысле, пообщалась там, это в Бешкете? Там с русскими пообщалась, как говорится, а потом сюда приехала уже больше, 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 а сейчас вообще в русской группе я нахожу. В русской группе? Так а если язык забудешь, нидерландский? Нет, я ни нидерландский, ни русский не забуду. Не забудешь? Нет. А вообще сколько вот 50 на 50 общаешься все-таки больше? А больше с русским. Больше с русским все-таки, да? Это друзья все, а работа у тебя с русскими связана? Нет, с ломанцем. Пламандский тоже язык? С ломанцем. как-то я сейчас на данный момент работаю на кухне на кухне повар помощник повара но также здесь помощник повара или здесь например называется хорейка это отель ресторан кафе хорика как бы расшифровывается то есть это очень-очень хорошо зарабатываемый бизнес почему потому что если например в россии ты зарабатываешь копейки это невыгодная работа здесь это очень выгодная плюс ты имеешь право как бы не право ну плюс ты зарабатываешь по черным здесь да здесь есть такой бизнес по-черному да где вообще где больше строй какие-нибудь или где реально не бояться здесь люди там что налоги не боятся конечно да ну кому-то надо сопроверять никому боль не надо путать редкий случай может прийти проверка как бы но даже в этом случае есть второй график который подтверждает что ты должна сегодня а вот так вот или скажи внешне а вот как-то внутренне скажем здесь вообще люди как-то смотрят на этом что ты себя внутри представляешь там психологически например или как-то здесь так в этом плане никому нет не интересно не кстати вот это вот очень интересно почему потому что именно русскоговорящим это очень интересно но бельжикам это не интересно бельжики судят по одежке бельжики судят по доходам по доходам бельжики судят по работе по образованию они как-то больше вот так но среди русскоговорящих женщин и мужчин не важно то есть все-таки душевное состояние разглядывается душевное состояние да все таки но вообще вот здесь все таки вот например ты оцениваешь внутренний мир он как-то важен там человеком или важен вот лично для меня и вот эти вот даже женщины которые стоят для них это очень важно опять-таки это русскоговорящие женщины почему вы потому что я уже сказала бельгийские мужчины для них внутренний мир по барабану как они общаются как без внутреннего мира жить как только там ты твой что как о чем вообще разговаривают бельжики не вот это вот я не знаю как они о чем разговаривают и как без внутреннего мира но я знаю что в бельжике например они с девушка встретиться как я уже говорила 50 на поделят это и он узнает где ты работаешь кем ты работаешь сколько зарабатываешь это дело да он на будущее уже просто планирует сколько мы будем 50 на 50 за хату платье заради до детский будут сколько-то детей они люди планировки планировки это сразу с первого вечера спросил сколько-то доход потому что запланируется того в ресторан можно ходить или для многих русскоговорящих женщин неприемлемо да как бы да то есть я поэтому и говорю да то есть это очень важно вот так вот здесь очень много живет итальянцев турков марокканцев которые у которых родители приехали сюда в шахтах работать которые я колерова ими называю у нас как бы станет как как сейчас колерова это через это которые здесь родились и которые модернизировали своих устоев более обиджичные они да вот с ними проще потому что у них те же самые стои что у нас пополам они не самые довольно нормально что у них за кофе заплатят мужчина ну блин как это так мужчина живет на свидание за на свидание пошел выброса кофе покушать девушка с девушкой ты покушал да она тебе внимание уделила и на пополам не но это смешно но реально это вот ты смеешься на это реально смешно слушайте убрать здесь вот бельжиков хорошо бельжиков убрать кто здесь счет и дал кроме русскоговорящих мужчин с кем все-таки больше вообще вообще не можно возводить это парни например завести познакомиться но это клиент турки итальянцы турки марокканцы а вот сюда здесь вообще с ними я просто знаю что многие девушки вот у меня знакомые либо коллеги которые вот нашли свое счастье там даже с бельжиками невозможно они русскоговорящие например но вот Продолжение следует...